Огромный булыжник прилетел в голову шестилетней девочки во время похода на Таганай. Малышка со взрослыми поднималась в гору, когда из-под ног впереди идущих выскочил камень. От сильного удара девочка на время потеряла сознание, а после того, как очнулась, постоянно просилась спать. На этом поход семьи пришлось прервать. Отец на руках отнес дочь на центральную усадьбу и передал ее в руки медиков. Пережить тяжелое испытание пришлось и этому четырехлетнему мальчику из Курганской области. Одинокий ребенок вышел из леса и плакал. К счастью, его обнаружили отдыхающие челябинцы. Они накормили и успокоили малыша. А когда поняли, что родителей рядом нет, отвезли его в полицейский участок. Мы в четыре семьи ездили по пляжу и ходили искали родителей. Не нашли. Достаточно времени, чтобы потерять и начать переживать, как минимум. Либо с родителями что-то случилось, либо они горе родители. Позже объявился отец мальчика. Он рассказал, что сын купался с родным дядей. И на обратном пути отстал от мужчины и пропал. Позвонили в полицию, организовали поисковые группы, стали искать всем пляжем. Кричали не только мы, но и посторонние люди имя сына. Никто ничего не знал о местонахождении сына. Позже позвонила полиция и сообщила, что ребенка увезли в ближайший отдел полиции. Вызовом спасателей обернулся семейный отдых и у жителей из Датауста. Внуки отправились со своим 72-летним дедушкой на рыбалку. Только вот из-за сильной жары у мужчины заболело сердце. Перепуганные внуки позвонили бабушке, а уже она спасателем. Сотрудники экстренной службы обратились к коллегам из МЧС и попросили открыть проход по дамбе Айского водохранилища. Так они сократили путь к мужчине и вовремя оказали необходимую помощь. В Челябинске на улице Овчинниково 68-летняя пенсионерка несколько дней пролежала у входной двери. Соседи забили тревогу только через двое суток, когда услышали невнятную речь женщины. Прибывшие спасатели вскрыли двери и обнаружили, что дама еще в сознании. Она пыталась убедить спасателей, что в помощи не нуждается. Правда, встать на ноги так и не смогла. Упрямую женщину передали в руки медиков, а на озере Треустана дыхающие стали свидетелями гибели человека. Мужчина решил искупаться и не вернулся. Тело южноуральца нашли в 20 метрах от берега. По какой причине погибший не смог выплыть, сейчас выясняют правоохранители.